Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Извините, ребята, за то, что не произошла трансляция в воскресенье по техническим причинам. Я не знаю, почему. Когда я пробовала тест, то всё было отлично, всё было слышно, но почему-то в онлайн вы мне все написали, что меня не слышно, что звук фонит, поэтому я просто закрыла эту трансляцию, чтобы в итоге не превратилась она в какой-то хлам. И я в итоге зря не потратила своё время, вы также не потратили это время зря. Поэтому запишу для вас отдельное видео с хорошим звуком, а уж под этим видео вы, если захотите, тогда оставите свои комментарии со своими вопросами, и я постараюсь ответить на них, а также постараюсь разобраться с трансляцией нормально уже, и в какой-то выходной день мы её точно проведём с вами и пообщаемся ещё раз. Приношу свои извинения и давайте начнём. Тема сегодняшняя, как переехать за границу, всей семьёй. В последнее время эта тема очень стала популярной среди иностранцев, и вы очень часто начали мне задавать этот вопрос. Я всё-таки отвечу здесь на все вопросы, потому что у многих уже каша в голове в связи с большим потоком информации, поэтому чтобы этой каши уже не было, давайте её раскладывать по тарелочкам и разбираться всё постепенно. Перед тем, как вы решаете переехать за границу с семьёй, будем сейчас рассматривать семью, где двое взрослых, например, двое детей, то первоначально вы должны сесть и обдумать весь план своих действий, потому что многие думают, что если есть биометрические паспорта, то можно вообще без проблем поехать в Польшу, билет стоит по скидкам за 100 злотых, приезжаешь и всё сразу есть, и работа, и карта, и живёшь, ничего не думаешь. На самом деле это не так. Так, прежде чем ехать, вы должны понять и взвесить все за и против, а также понять, сколько у вас финансов и хватит ли вам прожить здесь, на территории Польши. Потому что нужно понимать тот факт, когда вы приезжаете, вы начинаете искать квартиру, и вы ищете квартиру, это тоже занимает у вас время. К минимуму в течение 3-4 дней можно найти неплохой вариант для жилья. Нужно учитывать тот факт, что вы платите за квартиру за первый и последний месяц, то есть уже сумма двойная идёт. Также вам нужно прожить будет на месяц, то есть покупать продукты на всю семью. Я уже не говорю о каких-то бытовой химии на первое время, и не говорю о каких-то проездах, телефонах, точнее об услугах телефонов. То есть вы должны реально оценить свой достаток для того, чтобы переехать сюда. Да, это непростое решение будет, это будет сложно, вы должны будете подготовиться к этому, но если вы уже захотели, то нужно брать и делать. Когда у вас есть на руках биометрические паспорта, я сейчас не буду говорить также ни о карте поляка, ни о карте столового побода, просто обычные иностранцы, которые едут работать всей семьёй и оформляют карту часового побода. Так вот, взяв биометрические паспорта, купив билеты, взяв с собой всю нужную сумму, вы должны перед этим забронировать ещё отель, либо апартаменты, где вы будете останавливаться на тот период времени, когда будете искать квартиру. Ещё заранее, на самом деле, я вам советую связаться с теми людьми, которые живут уже в этом городе, в котором вы планируете ехать, и чтобы они вам подсказали, помогли. Да, я не говорю, что все такие лапочки и ангелочки, которые могут вам помочь, и не обманут вас, но есть люди, которые на самом деле могут вам помочь, также могут подсказать, хотя бы скоординировать вас, куда нужно ехать, что нужно покупать и какой район лучше. Далее, когда вы приезжаете уже в отель, вы начинаете искать квартиру. Если у вас нет возможности искать самим, тогда, конечно, платите услугам агентства и ищите вместе с ними квартиру. Ещё одним моментом, перед тем, как вы должны будете ехать, составьте резюме, хотя бы на русском языке, попросите тех, кто знает уже польский язык, перевести вам, возможно, за какую-то денежную плату, возможно, бесплатно, вам резюме на польский язык, и постарайтесь разослать уже предварительно работодателям, которым вы хотели бы трудоустроиться. Пусть это будет не на 100%, но хотя бы вы будете понимать, куда вам можно прийти и трудоустроиться. Когда вы уже приехали, когда вы заселились в отель либо в апартаменты, вы нашли уже квартиру, вы начинаете искать работу. Отсылайте CV. Ещё одним вариантом, когда вы находите какую-то фирму, то просто смотрите её адрес и приходите лично, разговаривайте, ну, то есть, как бы, приходите с резюме и говорите, ой, здравствуйте, а вам не нужны ли работники, сотрудники? И после этого оставляйте своё резюме в надежде на то, что вам перезвонят. В период этого времени вы должны, конечно же, оформить деток в детский садик, либо же в школу, но без ПЭСОЛя чаще всего деток не берут. Конечно, бывают исключения, но тогда лучше вам взять договор, пойти в ужин в Мейске, прописаться, получить автоматический ПЭСОЛь и подавать все документы в детский садик, в школу. Да, я знаю, что если вы идёте, отправляете деток в садик, либо в школу, то чаще всего спрашивают, а работаете ли вы. Говорите, да, что вы уже работаете, что вам просто подготавливают пакет документов и вам нужно сейчас уже оформить деток в садик, либо же в школу, либо в ЯСЛе. Когда детки уже оформлены, старайтесь в течение 90 дней найти работу, оформить договор, оформить приглашение на работу, оформить страховку и в этот период времени подать документы на карту побыта. До момента переезда в Польшу, если вы уже определились с каким-то городом, зайдите на сайт ужин-то по делам иностранцев и узнаете, как проходит запись на подачу документов на карту временного побыта. Если же она проходит онлайн, тогда, конечно же, заранее запишитесь и нужно записывать каждого члена семьи, включая деток. Когда вы уже записались, когда вы уже нашли работу, то есть весь этап, все этапы вы уже прошли, вы подготавливаете пакет документов на карту временного побыта. Когда у вас муж, например, работает, а жена еще в поисках работы либо еще не работает, то вы можете нападаться на одну карту временного побыта, прикрепленная к мужу, но это будет уже по другим обстоятельствам. То есть это не по воссоединению будет, а по другим обстоятельствам, например, по бытсменджем, то есть проживание с мужем. Минимальный оклад у вашего мужа должен быть 514 злотых на человека в семье. То есть это для того, чтобы подать на карту временного побыта. Конечно же, для нормальной жизни он намного должен быть выше, и я думаю, вы должны понимать это сами. То есть вы должны просчитать, сколько будет квартира. То есть, например, двухкомнатная квартира это будет выходить у вас 2-3 тысячи злотых в месяц. Конечно, зависит все от города, от района. Далее, продукты на семью это около 1500 злотых. Проезд на одного человека в семье это где-то около 100 злотых в месяц. Дальше пополнение телефона, пополнение интернета. Это около 40-70 злотых. Тоже все зависит от оператора и от разговоров. Но и еще некоторые нюансы. То есть вот возьмите, сядьте, посчитайте и подумайте, сколько это получается и сколько вы должны зарабатывать, чтобы прожить всей семьей на территории Польши. Когда вы оформляете документы на карту временного побыта, то на каждого члена семьи вы должны оформить свой пакет документов. То есть на мужа, это все документы с работы, это копия и паспорт, это внеск заполненный, это аренда жилья, копия и оригиналы, это также свидетельство о браке, переведенное на польский язык, на территории Польши. Я вам уже не раз оставляла присяжных переводчиков, где вы можете найти по каждому городу и перевести у них. То есть на каждого члена семьи вы должны прикрепить полный пакет документов. Когда вы приходите, вы подаете, вы можете прийти все вместе на одно время подать, то если у вас карта временного побыта с доступом к рынку труда, то есть у вас есть легальная, официальная работа, тогда вы платите 440 злоток. Если же по другим обстоятельствам, а также что касается деток, то вы платите по 340 злоток за каждого человека. Если же вы оформляете карту по другим обстоятельствам, тогда эта карта будет без доступа к рынку труда и просто так прийти на работу, начать работать, вы не сможете. То есть для того, чтобы прийти на работу, вам также нужно будет иметь приглашение на работу, то есть разрешение. Это может быть как ошибшение, так и зазволение. И после этого, когда вам только оформят, вы потом подаетесь заново на пакет документов на карту временного побыта и праце, и только после этого вы можете работать. Конечно, весь процесс очень длительный, очень такой скрупулезный, но если заняться этим правильно, то можно все очень быстро сделать. Еще одним моментом, если вы подаетесь и все оформляете в течение 90 дней от того момента, когда вы приехали сюда на территорию Польши, то после окачания биометрических дней вы имеете право легально оставаться здесь, то есть в ожидании карты. Если у вас закончилось освещение, которое выдано было на 3 месяца, чтобы дальше работать легально, вы должны иметь зазволение на праце от воевуды. Также учитывайте тот факт, что на каждого члена семьи вы должны иметь страховку, на оформленную здесь на территории Польши. Если же так получается, что вы не гражданины Украины, то есть у вас нет биометрических паспортов, единственным выходом это искать работодателя сначала, оформлять рабочую визу, а членам семьи оформлять, например, обычную туристическую визу, либо бизнес-визу, либо на покупки визу, то есть любую другую визу, приезжать всем вместе, подавать всем вместе на карту временного побыта. И не обязательно это должно быть, что вы проработаете 3 месяца. Вы можете подать на карту временного побыта с самого первого дня. Но единственным моментом, если вы подаете, не отработав еще 3 месяца, тогда вы должны иметь документ от старости рынка, что на ваше место нет никакого другого поляка. А так, в принципе, вы имеете право подавать хоть первого дня на карту временного побыта. Только не забывайте, что нужно либо записываться заранее, либо звонить как-то заранее. То есть, ну, посмотрите по каждому воеводству все по-разному. Здесь, в Гданьске, то запись идет на 2-3 месяца вперед, поэтому вы должны тоже учитывать этот момент перед тем, как едете сюда, в Польшу. То есть, чтобы не пролететь, чтобы не запаковать вещи и вернуться обратно в Украину, то есть, вы должны распланировать все моменты. Также во многих воеводствах предлагают бесплатные курсы польского языка для иностранцев, для эмигрантов. Также есть за символическую сумму курсы, то есть, вы можете здесь заканчивать. То есть, продумайте вообще поэтапно, что вы хотите здесь на территории Польши, как вы хотите здесь адаптироваться, но переехать всей семьей сразу – это возможно. Только единственное, что будет все зависеть от ваших финансов и от вашего терпения, а также от вашего стрессоустойчивости, потому что, на самом деле, здесь нужно будет запастись этим всем сразу, потому что вы ответственны не только за себя будете, а также за своих детей, которых перевозите сюда. Также могу сказать от переезжавших семей, что дети адаптируются намного быстрее, чем родители, и к польскому они привыкают также намного быстрее, чем родители. То есть, они могут уже через неделю, через две недели прийти и сказать, что у меня уже есть польские друзья, и говорить уже даже на польском языке. Так что, за деток в этом плане сильно не переживайте. И чаще всего дети смотрят на своих родителей. Если родители нервны и все время в переживаниях, то и дети такими будут. Поэтому вздохните глубоко, все будет хорошо, настроитесь на позитивный лад. И если дети увидят, что нечего бояться, тогда они себя будут комфортно вести здесь, на территории Польши. В принципе, это и все, что я хотела вам рассказать в трансляции. Возможно, ничего нового для некоторых людей, но если это видео было для вас полезным, тогда поддержите пальчиком меня вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, оставляйте свои комментарии. Но мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!